Итак, всем привет, с вами Допгей, мы продолжаем играть в Казар и Редакхс. Мы смогли вернуть уже в Европе большую часть наших территорий и наших союзников, помогаем им по всему свету. А вы подписывайтесь обязательно, если вдруг еще не подписаны, и пора нам утвердить влияние нашего альянса в Северной Америке, возможно Южной и возможно в Азии, ну и потом в Европе, посмотрим. Поехали. Нажимаю уже галочку от акте, будем потихоньку пробиваться, и потом нам бы с синдикатами тоже что-то сделать. Будет, наверное, немножко неудобно воевать и с теми, и с теми, но и неудобно воевать по отдельности тоже. Нужно будет придумывать, что с этим на самом деле делать. Да, получили мы военную экономику, потеряли точнее ее, теперь откатываемся обратно. Но зато у нас будет уже бафчик, и там потом еще побольше бафчиков. Хотя у нас сейчас, да, после военного разрушения, которое нас очень душит, и нужно как-то брать фокусы на то, чтобы это все убирать. Господи, сколько уже у нас теперь есть кнопок. Это просто безумие. Ну да, вот эти все кнопки надо подожимать, и да, столько политики у нас, не знаю, когда будет. И тут произошло нечто странное, территорию взяли и передались синдикатам. Я думаю, надо все-таки объявлять как-то войну с самим нам. Давайте сделаем как-то вот так, и будем готовить к КБ. Что, Новая Англия не нападает? Нападем мы. Это две армии, которые мы краски обучили в Британии. Я думаю, можно, в принципе, заказать еще тоже парочку. Кто-то ищет нашего признания поддержки, бывшего доминиона... А-а-а, смотрите, что произошло. Да, мы им поможем обязательно. Насколько это сможем. Видимо, ребята, да, решили покинуть Британию и пойти в Рейхспакт. Это реальное предательство. Причем они воюют за Германию, так что мы... Да, мы, наверное, не будем пока вступать в эту войну. И по обедаминонам, да, Индия объединилась под британцами. И слава богу. Прекрасно. Они теперь могут себя запустить неплохо, так. Тут и какую-то промышленность улучшить, и исследования, и, наверное, что-то еще. Это отлично. Ну и КБ готов. Сейчас наши войска дойдут по местам, и будем непосредственно нападать. И нам, да, надо как-то где-то получить политку. Я понятия не имею, где. Но здесь я точно вижу какие-то бафы нашей экономики. Давайте так и сделаем. Здесь у нас вон будет плюс ресурсов, минус ТНП. То, что нам надо. Особенно учитывая наши дебафы. Ну, наша армия готова. Давайте попробуем напасть. Союзников у них нету, и быть не может. Так что да. Я думаю, мы без особых проблем победим. Я бы даже сказал, что покорение Америки началось. Когда-нибудь этот парень тоже заплочит свои фокусы, и мы либо поглотим его, либо он станет нашим союзником верным. Но тут еще просто очень много фокусов, которые ему предстоит только сделать. Смотрите, французы поддерживают нас с выставкой. Я сюда перебросил заодно танки. И будем начинать наступление, потому что, ну, блядь. Ой, ну и мерзость воевать вот в этих территориях. Что я могу на это сказать. И мало того, что на этих территориях. С этой новой Англией. Здесь, с этой новой Англией. С этими невнятными границами. Невнятными всем. Невнятными вот этими вот территориями. Какая мерзость. Или знаете, что я решил сделать в такой ситуации? Полностью все убрать. Мне, в принципе, плевать, если здесь что-то подзахватят. Я просто забью абсолютно на запад. Давайте только, наверное, вот такой приказ сделаем через... Блядь. Вот такой вот приказ мы сделаем. Здесь еще есть набжение. Ну-ка. Да, вот тут все еще есть набжение. Вот до сюда. Абсолютно забываем, что здесь находится. Просто там ничего нет. Ребята, на западе Канады ничего не существует. Ни одного человека не живет. Всю пехоту мы определяем сюда. И вот так. И танки наши будут где-то здесь помогать в наступлении. Я думаю, такой вариант самый оптимальный. И надо, чтобы это сейчас все туда как-то переехало потихоньку. Если наши союзники захотят там умесить глину, то пускай месит. А я в горах воевать без снабжения не хочу. И слушайте, наши союзники достаточно компетентно себя показывают. Ну и мы, конечно, тоже не отстаем. Начинаем мы пробиваться сквозь вот этот вот ад. Что меня радует. Нажимаю я опять стрелочку. Только в этот раз на таком более уверенном в себе наступлении. И надеюсь, сейчас все будет понадежнее. Благо мы, кстати говоря, делаем очень много штурмовиков. И потихоньку это должно начать в нашу сторону как-то это... Как-то влиять. Я бы сказал. Дистанция у нас действительно хорошая. Но там у ребят тоже. Потому что там тоже все накачали уже техов. И у них тоже очень много бафов. Я подозреваю, скорее всего. Ой, мы... Не являясь валютой. Мы получили бафы и сразу его потеряли. В свете каких-то событий. Каких? Я понятия не имею. Из-за того, что мы не владеем вот этими территориями, нам нельзя вот эти все кнопки нажимать. Будем купить политку, но все это попозже получается. Ну, я думаю, мы сможем сейчас до... Не знаю, добомбить, я бы сказал. Синдикаты. Мы просто полностью их перемолим. До самого конца. Здесь уже почти ничего не осталось. Ни людей, ни снаряжения. А здесь людей маловато, но снаряжение еще хватает. Нужно нам с этим как-то что-то делать. Ну, тоже будем перемалывать. И да, вот синдикаты и капнули. Так, у нас немножко странно поделился мир. Но просто ничего не изменилось особо. Сейчас мы просто чуть-чуть побыстрее будем здесь наступать. Сейчас здесь нет войск. Но, да, линия чуть-чуть поднижется на запад. Для них на восток, соответственно. И я начал следовать ядерные реакторы, и я думаю, мы вот сюда вот пойдем. Поэтому нам нужно по-быстрому сейчас сделать все фокусы на авиацию, чтобы через год с ядерным реактором мы исследовали атомные бомбы с бафом. А еще я решил все-таки использовать флот, который у меня все-таки, блин, есть. И, если что, вот здесь вот додушить полностью на море эту страну. Потому что в теории, ну ладно, топливо у них, конечно, бесконечность, но что-то они должны закупать. Ну и плюс это должно сказываться в теории на поддержке войны. Ну и начал я также бомбить им снабжение, потому что это обычно работает. И сразу немножко не хватать стало, ну, по крайней мере, машинок. С пиздами все еще долго будет окей, я думаю. И произошла новая Англия. Почему? Самое смешное, это взяло мне и... А, я понял, почему. Все, они насрали и взяли фокус провиденца. Это просто, ну, не знаю, это смешно, что ты не можешь ни в какой момент истории на это повлиять никак. Что я скажу на это? Ну, пойдем просто сейчас капнем их. Что нам еще остается? У нас, по-моему, даже был на это фокус. Я правильно помню, где-то справа там. Красный пояс. Вот это вот, да. Но я сделаю попроще, я просто сделаю вот так. Я вижу, что у меня дивизии еще повайпались. Скорее всего, из-за этого. Потому что у нас сейчас из-за этого... Да, просто дивизия... Блять, 10 из 10. 10 из 10. Эти механики в Новой Англии, когда это от твоего Сал. 10 из 10. Какие-то у меня 13 пехотных и 2 танковые дивизии просто, ну, пропали. Потому что ситуация такая, типа, они стоят вот здесь вот, отступить они не могут. Типа, я мог нажать уже потом, но как бы ладно. Нужно было вовремя супер быстро среагировать. И в итоге их атакуют. Это все, вайп. Увы, но на Новой Англии, обратно, нельзя. Сразу же. Ну и говно. Все, объявляем войну. Немножко быстрее, чем обычно. Мы воспользовались магией Лавкрафта. И закончим этот фарс смешной, потому что это какая-то чушь. Абсолютно. Ну и вот, Новой Англия, очевидно, капитулировала. При этом говорят еще, что, мол, у нас фарс-кора мало. Не все заберете. Но это они классно придумали. Ну, смотрите, как меняли рацион Рома. Имидж мало улучшился, кстати говоря. Цена снижения морального духа. Можно возобновить, предусмотреть, продавать нарушителям. Можно продавать на прямой бублике. Либо за единовременную сумму. Давайте единовременную сумму, по-честному. И начинаем мы делать с их припасами просто жуткую грязь. Со всеми процентов снабжения. Это как раз-таки машинки. По пейзотам у них все еще есть что-то. Но мы выпомним все в абсолютный ноль. И достаточно быстро, на самом деле, как видите. Реально быстро бомбим. Коробки становятся желтыми, красными где-то. Сейчас задушим им просто все снабжение, все снаряжение. И экономически просто перемолим потом их армию. И мы сделали подкрепление для нашей армии. Вот сюда пополняются они все по 24. Теперь я буду 9. Также заказываем новые танчики. Все наши минусы по снаряжению плюс-минус подзакрыли. По технологии мы улетаем в космос. В общем, готовимся становиться той самой супер-лайдер-жавой. И самое главное, экономически просто побеждаем Тихоакеонские стрели. Потому что перемалывать все по людям нам не получится. Экономика у них также очень сильная, на самом деле. Просто поддерживать эту армию в боеспособном состоянии получится. То есть потери будут огромны, если мы будем наступать прямо сейчас. Поэтому мы просто чуть-чуть подождем, пока наша экономика перескейлит их. И самое главное, наша авиация победит их. Ну и что, осталось у них всего 12 поездов. Было 360. Наша армия практически полностью обучена. Последние какие-то дивизии проходят обучение. Ну, наверное, уже, в принципе, хватит. Занимаем все позиции и будем готовиться к долгожданному наступлению финальному. А еще мы, наконец-таки, исследовали ядерные реакторы. А это значит, что скоро мы обуздаем силу атома. В принципе, частично уже обуздали. Но нужно теперь ее воспроизвести побольше. И через 208 дней всего мы сможем их сдавать. Как раз как мы достроим первые реакторы. Ну и мы, наконец, готовы. Последние две дивизии я решил все-таки их дообучать. И мы отправляем приказ о начале наступления. Переходим мы на уже, соответственно, реактивные двигатели. Единственное, у них тяга максимальная. Это 38, как у обычного, 45. И ты невольно задумываешься. А зачем? Верно. Ну а третьих и нету. Ну, то есть третьего варианта. Здесь либо один двигатель реактивный, либо два. И оба имеют меньше тяги, чем у обычной. Так что, нет, реактивных двигателей на штурмах. Наших смысла добавлять нет. Будет просто атаку штурмачок на 42, а для штурмовой атаки добрый. Я думаю, нормально. Ну и такие уверенные в себе истребители тоже. Пускай у нас теперь будут. Метеоры, отлично. Тем не менее, как будто надо намного больше. Прям супер больше. Но у нас есть на это промышленность. Так что, так и сделаем. И давайте. Время настало. Нажимаем здесь кнопки. Проверяем, чтобы Ишки, да, как обычно, не выключали приказы. И весь фронт с зелеными огнями озаряется. Прекрасно. Вот она, наша политика. Воздух первым. Сказывается. Наши войска не совречают с сопротивлением, потому что у вражеских войск нечем отстреливаться. И нечего есть. Прекрасно. И слушайте, наступление проходит действительно успешно. Потери наши сократились по сравнению с началом войны. Хотя все еще, конечно, неприятное, что мы воеваем пехоту. И я хотел бы, наверное, после этой войны перейти на механизацию полную. Но, я бы сказал, позволительное. Вполне себе. Так у меня, да. Поэтому уроны для позы мы сможем сокрушить их. И я заодно делаю фокусы по пути к имперской федерации. Я тут посмотрел на потери в бою. Минус 104%. Да. То, что я могу сказать по этому поводу. Да, они немножко есть. Наверное, даже сделаю обращение к Антанти на фоне этого. И чтобы получить еще больше людей, 44 тысячи. Ну, там еще чуть-чуть было до этого. Когда мы, в принципе, военную полицию добавляли. Мы немножко коронизованно же модифицируем. Но это даст нам лишь ограниченного мэн-повара. Но будем это улучшать дальше по допке. Ну, что, давайте попробуем. На пути к имперской федерации я сделал фокусы, которые в теории должны нам как-то увеличить шансы. Даже если люди согласятся, посмотрим, что они ответят. Обращение к королю Эдуарду. 7.5 базовой поддержки войны. Это то, что нам, кстати, говорили надо. Хотя у нас база уже и так сотка. Так что да, нам просто нужно с потерями в бою как-то что-то сделать. Открыли мы атомные бомбы. Но из-за того, что я достраиваю авиабазы, чтобы авиация как-то помогала нам пробиваться сквозь эти орды, у нас пока еще нет ядерных реакторов. Но авиабазы нам действительно нужны. О, еще одна поиска дает поддержку войны. Но опять-таки, нам... Я ожидал, что там будут временные бафы. А, просто база нам не так сильно интересна. Это, к сожалению, грустно. Давайте начнем. Пригласим Австралазию к нам. Они отказываются. Черт возьми. Нужно разбираться. Мы еще и фокус сделали, чтобы они соглашались. Так, там кто-то принял наше приглашение. Я только немножко пропустил кто. О, видимо, посылок мы нажали по жесткому. Ладно. И Юлия Снадийская Федерация просто принимает предложение. Отлично. И да, мы начали наконец-таки делать ядерную бомбу. Отлично. И смотрите-ка, мы можем отправить посланников в союз. В Японию заключить. В принципе, да, мы действительно вроде как в хороших отношениях. И да, они заходят в Антанту. Добро пожаловать. Отвечаем. Так, кому отвечаем? Ага, я понял. То есть Япония к нам заходит, а все остальные такие типа... Мы сами останемся в альянсе сферика процветания. Только прям сами-сами. Забавно. Ой, вот, кстати говоря, политочка. Политка это приятно прям. Наши войска перегруппировались. Дообучались заново. И мы... Теперь уже точно в финальную стадию наступления нажимаем. Людские ресурсы просто мы здесь, ну, реально сожгли все наши. Благо, у нас есть, кстати говоря, баф на плюс 50% прироста, который я все еще не убрал. И у нас еще, видите, есть проблемы с наследием революции. Это как раз таки дебафы, которые мы не убираем из-за того, что мы не контролируем всю Британию. И, в принципе, потому что у нас политки на все это никогда в жизни не хватит. Я сейчас, наверное, займусь как раз таки просто накоплением политки на эти кнопки и все. А еще мы, кстати говоря, наконец полностью следовали все по танкам. Не знаю, как теперь, что мы будем делать дальше. Я обычно никогда до такого, как говорится, не доходил. Но да, у нас закончились танковые тихи. Время танков у нас еще появится. Я их делать не буду, они слишком дорогие и неоправданно. Идеально, в 105 тяги полностью собрали вес наши стратеговые бомбардировщики, которые мы сейчас начнем производить. 159 они стоят, господи. И позже перейдем на реактивные, но это нужно, чтобы сбрасывать как раз таки наши новые ядерные бомбы. Или, кстати, я мог вложить в это время 250 политки в СР, но нет. Я пока жалую не буду ничего вкладывать, потому что мне нужно будет сейчас спасать нашу Британию. И исследовать мне тоже уже нечего, на самом деле. И у нас появляется первая ядерная бомба. Давайте же сбросим ее на кого-нибудь, как говорится. Самое главное, у меня не хватит людей, поэтому придется делать вот так. И, наверное, я распущу конец этой войны какую-нибудь армию. Так разворачиваем их. И этой армией я переделаю оставшиеся в механ, потому что... Ну и в танковые. Потому что нужно как-то людей откуда-то брать. Ну и что? Ждем бомбардировщики и присутствия в воздухе. И какой-то бред. В зоне поражения. А, подождите, что им? Окей, это супердревние. Какие-то стратопомбардировщики, им не хватает радиуса. И вот он, первый наш хороший стратопомбардировщик готов. Сразу с завода на него загрузили ядерную бомбу. И сбросим ее сейчас на Сакраменто. Ибо эту войну пора заканчивать. И вот на городе Северной Калифорнии ядерный пепел. 84 поддержки войны. Чуть-чуть оно сбило. Это хорошо. Но нужно еще. Вторая будет через полтора месяца. А, и в Европе тем временем Украина взяла и захватила Стравингрю. Почему? Я не знаю. Это просто произошло. И этот лидер выглядит очень странно. Ничем не приметительный. Он очень странный, ребята. Вы знаете, кто это? Я не знаю. Но выглядит очень странно. Действительно. И, наконец, мы добились. Старство Тихоокеанской Республики, наконец-таки, пало. Господи, это заняло очень много времени. Самое главное, очень много наших ресурсов и жизней. Но ничего, Соединенное Королевство переживало не такое. Сейчас мы тут займемся нашими внутренними делами. Перекомплектуем нашу армию. И будем готовиться в Европе оспаривать геомонию Германии. Ведь только одна империя может править всем миром. И это Британия. Ну а с вами был Апгейм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Твичи скоро будет в описании. До скорых встреч. Всем пока.